Всем привет и спасибо, что зашли ко мне в гости. В сегодняшнем видео я хочу с вами поговорить про ароматы сноты и соли, особенно в зимний период. Итак, если вам интересен такой формат видео, то оставайтесь со мной, не забудьте подписаться, если вы вдруг еще этого не сделали. Конечно же, поставьте этому видео лайк, мне будет очень приятно, и встретимся с вами в комментариях. А мы с вами начинаем. Поехали! Вообще, поваренная соль практически не имеет никакого запаха, но для меня все-таки имеет. Но морская соль, благодаря большому количеству примесей, разнообразных компонентов, которые входят в ее состав, все-таки имеет особенный аромат и к тому же вкус. Ну, конечно же, этим пользуются повара в кулинарии. И вообще, ноту соли в парфюмерии стали добавлять относительно недавно. И, кстати, сделали это совершенно не зря, потому что та самая нота соли помогает немножечко по-новому раскрыть аромат, а иногда совсем по-новому. И духи с солью действительно всегда пахнут намного дороже и статуснее обыкновенных духов, основанных просто на цветочках, либо цитрусовых и фруктовых нотах. Потому что соль придает каждой парфюмерной композиции особенной пикантности и изюминки. Вообще, соль в любом аромате, естественно, придает морского звучания парфюмерной композиции. Такого вот морского оттенка, который добавляется для того, чтобы альфакторно нас вернуть на какое-нибудь роскошное средиземноморское побережье. Итак, нота соли в парфюмах добавляется. Как же пахнут эти ароматы? Вот из всех тех, которые имеются в моей коллекции и которые имелись, я пришла к такому выводу, что, ну, исследуя нюху эти ароматы, чувствуя их, что в основном все ароматы на основе морской соли действительно сладкие. Почему сладкие? Вот я также задалась для себя этим вопросом и подумала, что все морские ароматы, практически все обладают определенной сладостью, потому что парфюмеры таким образом, скорее всего, пытались передать вот такую вот палящую жару, палящий зной. И смягчается этот зной как будто бы дуновением мягкого морского ветерка, для чего в парфюм, собственно-то, и добавляется нотка морской соли. И особо приятно пользоваться такими солено-сладкими согревающими парфюмами в нашей средней полосе, ну, естественно, зимой, потому что вот такие именно соленые ароматы, которые имеются в моей коллекции, я не представляю, как можно использовать в жаркое время года. Они просто задушат, а зимой это самое-самое то. И начать свой обзор я хочу вот с такого шедевра парфюмерии, про который, наверное, слышали все, и не существует ни одного парфюмолюбителя, который бы хоть раз не попробовал эту парфюмерную композицию. Это, конечно же, знаменитая Вуманити от бренда Мюглер. К счастью, сейчас этот аромат немножечко переформулировали, и он уже звучит не так агрессивно, как был в первоисточнике, так скажем. Чем пахнет этот аромат? Да, сразу же, вот даже вдыхая с отверстия пульверизатора, надо сказать, что этот аромат очень громкий, стойкий и насыщенный, поэтому даже не требует распыления. Сегодня я хочу воспользоваться другим соленым ароматом, каким я расскажу вам чуть попозже. В общем, сразу же тут можно услышать ту самую соленую морскую нотку. Хотя, собственно, это прямо вот так соль Вуманити от Мюглер не заявлено, но зато здесь главенствует нота черной икры, которая и придает вот такого морского соленого звучания парфюмерной композиции. Итак, вот эта вот соленая нота, которая слышна на протяжении раскрытия, всего раскрытия, всех этапов раскрытия аромата, смешиваются с нежнейшим инжирным, немножечко кремовым, вот таким вот ароматом. И чуть-чуть попозже, ну вот тут в базе все равно эта нота слышна, здесь все ноты слышны, а для меня лично присоединяется запах сладкой, сочной клубники, что делает аромат действительно выражительным, при этом звучание у него очень и очень уникальное. Вот такой вот соленый, при этом сладкий, загадочный, с определенной долей небольшой свежести, горячий, ягодно-фруктовый, инжирный, необыкновенно приятный аромат. Ну вот, если вы боялись его попробовать и начитались старых, надо сказать, таких вот отрицательных отзывов, то, пожалуйста, попробуйте «Новодел». «Новодел» в Умане Тимюглер абсолютно носибельный, в общем, такой красивый, соленый, свежесладкий, согревающий аромат. Летом носить я его не могу летом, для меня он слишком-слишком громкий, а зимой он согревает и действительно придает хорошего настроения и мысленно отправляет куда-то там на побережье. Второй парфюм – это моя новинка в парфюмерном гардеробе, которую я купила не вслепую. Вчера я вам показывала распаковку, а я использовала не один фирменный сэмпл и решила, что сейчас, когда хорошие склитки на этот аромат, скидки в «Людеботе», скидки в «Сефаре», настало самое время приобрести его в свою парфюмерную коллекцию. Итак, вот это будет тот аромат, которым я хочу пахнуть именно сегодня, потому что он мне очень и очень нравится. Вот так я сделаю им столько пшиков и воздух, да? Хотите, я и вас чуточку подушу? Ну, я думаю, из вас никто не расстроится, если будет сегодня так пахнуть. Это аромат от бренда «Кинзо» и называется он «Кинзо Уолт Пауэр». Это яркая, бодрящая, солёно-сладкая композиция, составленная всего лишь из трёх нот, что странно, потому что слышу я тут гораздо большее сочетание нот. Но если и верить пирамиде на фрагрантике, тут всего лишь заявлено три ноты. Конечно же, нота соли, хвойный кипарис и бобы тонка. Вот бобы тонка совместно с нотой соли и задают здесь всего прекрасного звучания. Аромат от такого, какой я его слышу. Дело в том, что бобы тонка здесь звучат как невероятно красивая, гурманская такая миндально-немножечко пудровая композиция. Поэтому здесь не просто бобы тонка, а раскрываются они для меня как вот такие вот миндальные орешки, причём обжаренные и, естественно, посыпанные сахаром. И в сочетании свежих хвойных ноток, которые на моей коже, на моей одежде в раскрытии не доминируют, не превалируют. Вот здесь также очень красиво звучит та самая немножечко пикантная, немножечко сухая морская соль. И как следует, разносив этот аромат, проведя в нём ночь, я всё-таки пришла к выводу, что я не слышу здесь те самые противозагарные средства в звучании. Кстати, я не очень люблю вот эти противозагарные средства, когда они в избытке слышны в ароматах. Это не средство от загара, а именно это вот такое вот миндальное уходовое молочко для тела, причём немножечко солёное. Очень красивый, сладкий, громкий, стойкий, шлейфовый, пудрово-миндальный парфюм, такой вот солёно-сладкий. Сладость здесь сухая, сладость здесь гурманская. Кинзо World Power. Вот такой вот гладик. И завершит эту подборку последний аромат с нотой соли, если я ничего не напутала, который и живёт в моей коллекции, который я приобрела на распродаже, собственно, в Magnet Cosmetics за очень хорошую цену. Несмотря на то, что это великолепный люксовый аромат, действительно с нишевым звучанием. Нужно заметить, что все люксовые ароматы, в которых добавлена нота соли, они звучат именно по нишевому. И немножечко странно для носиков обывателей, поэтому вот в быту, да, в магазинах не пользуются таким спросом. Парфюмеры стараются, впрочем, так же, как и я, вас приучить к дорогим, богатым, роскошным, многокомпонентным парфюмерным композициям, которые звучат немножечко иначе, чем принято вот это вот в основном обонять, так скажем, но немножечко безуспешно. И в основном все возвращаются к старому доброму люксу, Шанель Коко Мадемуазель, Диор что-нибудь такое, да, Аддикта, скажем. И предпочитают вот такие вот проверенные, выверенные уже годами, десятилетиями парфюмерной композиции. А вот к таким вот экспериментам парфюмеров принято в быту, да, в миру относиться с осторожностью. Ну, в общем-то, и зря. А вот, тем не менее, как это ни прискорбно, вот такие вот новаторские задумки парфюмеров воплощаются, выходят в мир в форме вот таких красивых ароматов, таких вот великолепных флакончиках, не пользуются, к сожалению, спросом и быстро снимаются, то есть уходят в небытие. Так и произошло с ароматом Кельвин Клайн Ревью, который сейчас, по-моему, является снятостью. Если я ошибаюсь, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Но сейчас его уже в магазинах, на полочках магазинах, особенно сетевых, практически-то и не выловишь. Итак, Кельвин Клайн Ревью. Чем же он пахнет? Ну, давайте его распылим. Хотя вот здесь я точно слышу нотку средств от загара. Кстати, вот этого, такого немножечко загарного звучания, которое можно будет услышать ближе к сердцу, здесь придаёт масло маной. Но раскрывается парфюм вовсе не так. Раскрывается он по-нишевому. Раскрывается он свежей ноткой морской соли. Хотя сам аромат по себе восточный. И вот эта вот свежая нотка морской соли щедро сдобрена аж тремя видами перца. Вы только себе представьте, и это люкс. И получил такое богатое нишевое звучание. И незаслуженный аромат отвергнут обывателями. Итак, в аромате Кельвин Клайн Ревью мы можем слышать необычные для обывателя нотки. Это морская соль. Это сразу три вида перца в обрамлении пудровых сладких ирисов. Конечно же, опять же, той же сладковатой серой амбры. И такого чувственного немножечко кремового сандала. И такого тропического звучания парфюмерной композиции придаёт именно масло маной. Итак, вот таких вот красавчиков я вам сегодня показала. Да, вот вы видите, и в моей обширной парфюмерной коллекции всего лишь три аромата с нотой соли. И пока больше ни один другой я себе приобретать не хочу. Но то, что у меня есть, очень мне нравится. Это, знаете, такая альтернатива вот гурманской ванили. Действительно, это необычные ароматы. А я, как парфюмерный исследователь и любитель разнообразных приятных запахов, всегда нахожусь в поиске чего-то интересненького и при этом носибельного, что немаловажно в люди. Все ароматы, которые я вам тут показала, невероятно носибельны и пользуются комплиментами. Итак, ревилл Кельвин Кляйн. Такой вот соленый, сладкий, тропический, с оттенками средства для загара в форме масла маной. Кинзо Уолт Пауэр. Парфюмированная вода. Парфюмерная вода. Шикарный, красивый, соленый, сладкий миндальный аромат. Вот такой вот великолепный. Ну, я в него, честно, я не ожидала, но я в него действительно влюбилась. И вот именно этот фланкер значительно отличается от флагмана и всех других фланкеров. Именно аромата Кинзо Уолта. Рекомендую настоятельно вам его попробовать, пока он не исчез с полочек магазинов, либо не стал дороже. Но здесь мне также очень нравится флакончик. Выглядит невероятно эстетично. Про флакончик я вам рассказывала в прошлом видео. Вот ссылочку я тут вам оставлю, когда я делала распаковку. Но для меня это было вчера, а когда вы смотрите это видео, я не знаю. Ну и, конечно же, вот такая вот соленая клубнично-инжирная Вуманити от бренда Мюглер. Вот знаете, по стойкости и шлейфу я даже не могу сказать, какой из этих ароматов сильнее, либо слабее другого. Все они имеют шлейф и стойкость примерно одинаковую. Из этого я хочу сделать вывод, что все ароматы, ноты и соли стойкие и шлейфовые. Звучат достаточно уникально на фоне других парфюмерных композиций. И при этом, что немаловажно, красиво. Итак, на этом я уже буду заканчивать видео. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Я вам всем говорю пока-пока. Всех целую. И до скорых новых встреч. Конечно же, еще увидимся. Пока. 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 Пока.